Может ли медовый месяц длиться всю жизнь, когда мы в эйфории? Назовем этот медовый месяц состоянием гормональным. Окей, давай назовем его гормональным. Давай чисто физически. Может ли состояние гормональное длиться у нас всю жизнь? Или продлить его не месяц, а год, пять, десять? Давай порассуждаем. Может это? Как ты думаешь? Когда у меня такой вопрос, речь на тебе, можешь ли ты не спать? Всегда. Хорошо, ты хорошо задаешь вопрос. Я потерял за маману. Ну, надо быть... Ты знаешь, кстати, да, о, слушай, можно. Обычному человеку нет. Но вот святому человеку, который продвинутый, да, который вот... Он не тратит энергию на невежество, он может и не спать, понимаешь? Ну, это... Знаешь, я бы, конечно, не говорила, что он не тратит на невежество. Это тем самым обесценивает наши земные радости. Это человек, который перешел на какой-то уже новый уровень развития, и, возможно, у него открылись подобные ресурсы. Но нам, как человеку, существу живому, состоящему из плоти и крови, нужен сон для восстановления себя. Наших же, опять же, биохимических процессов. Потому что, как ты знаешь, с 10 до 2 часов ночи этот момент, когда организм останавливается, когда мы ходим в глубину дельта, в чистоту нашего мозга, мозг начинает вырабатывать у нас эти самые гормоны, которые пробивают нашу жизнь, нашу молодость. О, это уже пошел тета-хилинг. И напоминаю, друзья, Жанна, сертифицированный специалист по тета-хилингу. В состоянии тета-волн можно воздействовать на ваше подсознание. Жанна об этом расскажет более подробно. Ну, это не тета, это тета-волна, это работа... Тета-волна, это как раз таки работа мозга, о которой я обучаю в своей методике. Но я говорила про дельта. И дельта – это время глубокого сна. Когда человек спит, он восстанавливается. Смотри, когда человек болеет или сон, он тоже восстанавливается. То есть, его голодной мозг работает на дельтачастоте. То есть, колебания очень минимальные. Они, по-моему, там... Ну, если не скажу, что... Меньше с трех семи, по-моему. Меньше с трех семи... До четырех герц. Да, ноль там с чем запятой десяток процентов. До четырех герц – это частота дельты. И вот в этот момент человек восстанавливается. То же самое на нашей эфире. Мы не можем постоянно находиться на этом пике. Происходит процесс выгорания. То есть, нам надо отдыхать. Нам надо восстанавливаться. Нам надо балансить самим собой. А медовый месяц – это про что? Это про то, когда я хочу 24 часа будет за своими людьми человеком. Но можно прожить всю жизнь. И такие случаи я знаю. Прожить всю жизнь. И иметь очень много разного всего в отношениях. Нельзя сказать, что мне всегда все было хорошо. Если человек вам так скажет, что я всегда жила ровно в отношениях. Он врет. Просто врет. Скажите ему «до свидания». Но он может прийти в то состояние, когда ему уже будет за 60. Но он будет со своей супругой, как в медовом месяце. Как первый раз. Говорю мурашки по коже. То есть, это состояние можно сохранить. То есть, что наши такие отношения? Влюбленность дает нам гормональный фон. Но здоровая, зрелая любовь – это не про влюбленность. Это про рост. Такой постоянный рост друг с другом. Вот, мы как раз и говорим, что да. Вот из этого первого гормонального состояния, когда мы притягиваемся чисто подсознательно для продления рода, мы выбираем партнерчика себе. Прежде всего, поэтому, если мы подсознательно работаем, и тильный мозг выбирает партнера для продления рода, окей, гормония, все правильно. Это для того, чтобы мы совокупляемся. Это очень длительная долга для того, чтобы задача одна. Родить, зачать детей. Хорошо, этот процесс прошли. Действительно, мы не можем все время ввести гормоны, потому что это истощает. Это истощает, действительно. Давай по-другому посмотрим. Можем ли мы трансформировать это состояние влюбленности, из гормонов, что-то такое более радостное, и тем самым продлить вот этот медовый месяц на годы. Уже не тот, который... Другое название будет. Но вот это состояние радости. Как ты думаешь? Слушай, такая тема интересная. И она вообще много часов может даже на это говорить. Я могу сказать, что для чего это нужно? Вот почему есть такая потребность это пробить? Это значит, как вот я хочу, чтобы это счастье не кончалось, чтобы оно всегда за мной мчалось. Но, как мы знаем, в природе все меняется. И только когда мы испытываем вот это состояние переходов, мы ощущаем максимально, насколько это наслаждение. Какое это мы можем получать наслаждение? Ведь если ты будешь всегда в наслаждении, ты перестанешь ощущать это наслаждение. Да, это как, чтобы познать все такое свет, надо знать, что такое темнота. Познать радость, надо познать больно. Да, согласен. И здесь, опять же, партнеры притягиваются друг на друга на их собственные программы. И вот смотри, что происходит. Мы встречаем человека. Знаешь, еще наши инфраекции и проекции есть, которых мы выбираем. И вот у нас есть определенный, мы встречаем человека, который визуально нам подходит, который гормонально нам подходит. Мы его на него выбираем. Вот мой человечек. И все, включается та самая инфраекция. Я смотрю на этого человека, вижу в нем что-то такое вот нереально замечательное. А потом начинает, просто у меня есть определенный импринт, который я впихиваю в этого человека. То есть в какой-то образ. И вроде бы он совпадает с этим, с этой моделью. Но со временем что-то происходит. Мое восприятие этого человека меняется. И я начинаю, то есть этот человек осудно, но он так поймет, о чем я говорю. Но чаще всего человек не понимает, он думает, что такое. Жениться или вышла замуж и встретила одного человека. А по итогу это совершенно другой человек. Как так происходит? И вот как раз таки здесь и происходит то, что вы видели в человеке, то, что вы хотели видеть. Вы не видели его суть. И вы начали. А пока он соответствовал вашему представлению, он вам подходил. Но потом вы стали в нем замечать то, что он отражал вам как зеркало. То, что вы не хотели видеть в себе и не принимать в себе. Вы перестали принимать в нем. И он в эту модельку перестал вмещаться. Что делать с этим человеком? И начинается сказать, ты такой, а ты такая. И вот начинается вот это выяснение личности с переносами на друга. Но самое главное, если человек притянулся к тебе. Для чего? Для того, чтобы показать тебе что-то. То есть это как раз таки процесс, рабочий процесс. Но не знаю я таких людей, которые встречаются и всю свою жизнь живут душа в душу. Это, конечно, есть такие фильмы, есть такие сказки, на которых мы выросли. Мы взяли для себя такой образ и мы думаем, что так и есть. И если где-то вдруг что-то не сложилось, потому что муж заметил, когда ребенок плакал, а жена устала и говорила, пойди мы принесли соску, а он через 20 минут только принес соску, жена уже 15 раз сбегала и отдала ребенку соску, тут и начинается скандал. Ты меня не любишь, ты мне не помогаешь, и ты вообще какой-то нерасторонный. И начинаются взаимные претензии. Что происходит? Начинает брак или отношения трещать по швам. Но можно, конечно...